Мы с вами встречались ровно полгода назад. Это было то время, когда официальные представители нашей экономической науки говорили о том, что состояние экономики довольно сложное. Вы однозначно сказали, что не только сложное, что наша экономика уже падает в пропасть. И так прошло полгода. Что же изменилось, на ваш взгляд? В этой ситуации экономика действительно чрезвычайно сложная. Думаю, что за те полгода после нашей встречи ситуация стала, как говорят математикой, по крайней мере не лучше. Я считаю, что вот такое высказывание является оптимистическим. А думаю, что, вообще-то говоря, худше. Бюджет не сбалансирован. И несмотря на все меры, которые мы предпринимаем сейчас, не видно, как мы это делаем эффективно. Бюджет 89-го года был 120 миллиардов рублей дефицит по отношению к валу национального продукта. Это величина, которая переступает к критической уровень. Это совершенно очевидно. Если следовать докладу министра финансов Павлова, то мы сэкономили за 30 миллиардов в 89-м году. Поэтому дефицит бюджета 89-го года, он называет цифру, 92 миллиарда. И цифру дефицита, которая будет в 1990-м году, 60 миллиардов. То есть идет на уменьшение, да? По планам пока. Да, безусловно. Если мы сумеем действительно дойти до дефицита бюджетного в 60 миллиардов рублей, я буду считать, что ситуация начала серьезно и реально изменяться. Это первое. Второе. Если говорить опять-таки о положении нашей экономики. В СССР практически уже нет рынка в потребительском секторе нашей экономики. Оптовой торговли, оптового рынка у нас никогда не было. Продовольственного рынка, барометра состояния хозяйства, бюджета. Его уже нет практически. Он развален. Он заменен уже системой распределения. Системой талонов, карточек, талонов на талоны и так далее, и так далее. Нам очень здорово помогла, в кавычках, наша великолепная статистика. Долгое время ее заводчик было пудрить мозги людям, скажем так. И не только людям, но даже и руководителям. Нужно знать, как ты живешь. Без этого двигаться нельзя. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Может быть, в отношениях этических, в отношениях между друзьями. Можно еще какую-то формулу придумать. Но если говорить об экономике, о принятии стратегических решений по развитию народного хозяйства, так, конечно, делать нельзя. Я за экономическими методами, вне всякого сомнения. Экономика спасаема стратегически только на основе рынка, но умно и тонко регулируемого при помощи стратегического плана. Не того плана, который сейчас существует, а плана, который выполняет совершенно другие функции. Нужно усвоить всем. И правительство это должно четко и ясно всегда говорить. И депутаты. Мне очень понравилось то, что Николай Иванович Рыжков с абсолютным убеждением, я считаю, очень профессионально, сказал следующее. Возврата к прошлому общество не потерпит. Оно дискредитировало себя и является тупиком. Я думаю, что премьер дал совершенно точную политическую оценку нашей ситуации. И не только политической ситуации, но и прежде всего социально-экономической. И нужно сказать, что в докладе, который сделал Николай Иванович по поводу реформы и так далее, мне показалось, что существует уже более широкий экономический взгляд на будущее нашего развития. Наконец-то наши примеры стали думать не в терминах количества гаек, болтов, винтиков, шпинтиков и так далее, а в терминах политики цен, политики налогов, политики плюрализма всех форм собственности, в терминах бюджета, валюты, финансово-кредитных отношений и так далее. В этом смысле мы явно, по крайней мере, ну как вам сказать, явно в голове и в душе стремимся уже выйти на новый этап мысления, которое должно существовать в нашей стране. Без этого ничего не делаешь. Ведь одна из самых трудных проблем нашего плана и нашего развития. Люди, посулы, немедленных улучшений, это политическая демагогия, которая только раздражает. Она создает видимость решения проблем и на том уровне, в верхнем. И она начинает постепенно вызывать злобу, я прямо говорю, у людей, которые перестали просто верить этим быстрым достижениям. Мне кажется, что у правительства сейчас, у его премьера появилась реалистическая позиция. И я бы назвал ее реалистико-оптимистической. Я тоже в этом смысле оптимист. Я понимаю, что положение очень-очень трудное, но не сомневаюсь, что мы из него выйдем. Я думаю, что у нас еще есть месяц, а может даже больше немножко, ну по крайней мере формально до 25 ноября, серьезно поработать над бюджетом, над планом, признав, что в принципе основные идеи, основные направления финансово-экономического оздоровления экономики уже существуют. Значит, вопрос стоит в том, чтобы искать не еще какие-то способы, хотя, может, они еще имеются, а вопрос стоит в том, чтобы объяснить точно, за счет чего, каких реальных, хочу подчеркнуть это, реальных мероприятий мы сумеем выполнить тот план, который сейчас представлен правительством Верховного Совета. Нужно писать очень тщательно, реальный ли это, по-моему, такой товарооборот, платных услуг, продовольствие. Не буду больше говорить о других цифрах, это, по-моему, всех волнует в самой большой степени. Думаю, что есть еще время разобраться в том, действительно ли у нас растут реальные доходы на 4,5-5 процентов? По идее, конечно, в рост реальных доходов включается и увеличение сбережений. Это нужно иметь в виду. Поэтому, конечно, эту цифру нужно понимать не только как цифру потока потребительских благ, которые мы получаем, но учитывать и то, что мы откладываем на свою сберкнижку. Хотя, правда, мне скажут, что что там откладывать, а брать оттуда деньги не нужно, потому что купить нечего. Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что и население, и все планово-хозяйственные органы должны понять, что в одной части мы другого великолепного плана не придумали. Ведь мы еще даже не знаем новой стратегии плана, правда? Если мы с вами серьезно переходим к рыночной, хозрасчетной экономике, то план в нынешнем его виде просто не нужен. Нам нужен план стратегического развития, социально-экономического. Нам нужен план социальный, что мы сделаем для защиты людей за это время. То есть, а не набор вот тех многих, ну, может быть, и правильных цифр, и так далее, которым обычно и заканчивалось наше планирование. Если мы будем продолжать делать так, это значит, что мы ежесекундно будем влезать в любой текущий год. Значит, опять-таки, я повторю, командные методы не умрут сразу. Думаю, оставаясь реалистом, что нам еще и при ставлении плана на 91-95 год, мог на два первых его года, опять-таки, исходить из чрезвычайного положения. Мне так кажется, это более реалистическая оценка. Хотя, безусловно, как говорят математики, градиент, то есть направление плана, видимо, выбрано правильное. И это, по-моему, внушает, должно внушать доверие. Конечно, возникает у нашего населения, нашего народа естественный вопрос. Но хорошо, пока мы видим ухудшение ситуации. Но чем и кто нас гарантирует, что в следующем году мы будем жить лучше? И я думаю, за эти полтора месяца нужно отвечать и на эти вопросы, чтобы действительно люди поверили, что какая-то концепция продуманная, выхода страны из тяжелейшего экономического, социального, финансового кризиса действительно существует и что она выполнима. Подчеркнуло, что мы хотим сократить централизованные, то есть за счет государственного бюджета страны, производственные капитальные вложения, то есть вложения в оборудование, создание новых заводов, строительство и так далее. Мы хотим сократить это на 18,1 миллиарда рублей. Эта цифра серьезная. А на более 10% от общего объема производственных капитальных вложений. Вы знаете, может быть, еще что-то можно найти. Возможно. Об этом нужно подумать. Но одновременно растут децентрализованные вложения. Вложения предприятий. И это уже соответствует, я бы сказал, духу новых экономических отношений в обществе. Когда инвестиционную деятельность начинают осуществлять на уровне предприятий и объединений. Это уже начинает похожей быть на экономику ситуация. Эти вложения увеличиваются. Хорошо это или плохо? Вы знаете, я вам ответить на это не могу. Знаю только одно. Что обычно капиталовложения, которые выделяли за счет централизованного плана, и на основе которых мы должны были построить новые предприятия, осуществлять в таких условиях, когда срок строительства средний 8 лет. Вдумайтесь в эту цифру. В 8 лет мы замораживаем реальную продукцию. Ее же нет. Мы ее считаем, природ незавершенного строительства и так далее. Но его нет еще. Это ничего пока не дает. Но это ведь вызывает большой поток заработной платы, которую нужно владеть каждый день. Правда? Естественно, что вот такой объем производственных капитальных вложений, с этим мы еще долго строим, он, разумеется, только ухудшает и бюджетную ситуацию, и ситуацию на потребительском рынке. Это очевидно. Значит, вот это я хотел бы показать. Что еще? Вы знаете, до 1985 года существовала тенденция, когда доля капитальных вложений в социальную сферу, образование, жилье, культура, здравоохранение и так далее, все время падала в общем объеме капитальных вложений. За последние, по-моему, 10-15 лет до 1985 года, примерно на 10% пунктов. Ну, вдумайтесь в эту цифру. Значит, ну, смотрите, мы с одной стороны губили эти капиталовые вложения как спасение, решение социальных проблем развития, увеличение пенсионного обеспечения и так далее, и так далее, и так далее. Так? Но одновременно забывали, и в этом, я считаю, Газплан никак не может разобраться. А я писал об этом тысячи раз. И не только я. Что, помимо социальных функций, капиталовложения в сферу социальную, гигантски повышает эффективность производственных капитальных вложений. Здоровье укреплений. Человек становится более ученым. Человек меньше устает от всяких транспортных средств. Живет в лучших квартирах. Не буду продолжать. Ну, конечно, он будет работать, естественно, более эффективно. Правда? И мы никак не могли понять того, что экономия на социальных вложениях, это как бумеранг, который бьет и по социальной сфере, и по производственной сфере. Наконец, одумались, думается мне, что вот на перелом, решающий перелом нашей экономики, а уже некоторые движения и в лучшую сторону есть. Ведь не только то плохое, о чем я говорил, и многие другие говорят есть, но уже и некоторая динамика движения в лучшую сторону пошла. Растет прибыль, частично инфляционно. Правильно. Снижается немножко материаловая емкость. Капельку начали экономить на затратах ресурсов, на национальный доход. То есть уже что-то стало живым, зашевелилось, намедилась какая-то динамика процесса. Мы укрепим курс рубля, уверен, если будем действовать продуманно все время. Работая в полном контакте. Все население, депутаты, экономисты, правительство и так далее. Если мы это сделаем, то постепенное улучшение уровня жизни будут наблюдаемыми. Я имею в виду и жилищное строительство. Как бы то ни было. Ну что говорить. Мы в последнее время сделали рывок в этой области. Потихоньку начинаем понимать здравоохранение и другие вот эти социальные сферы. Также определенно я хочу высказаться и по вопросу о денежной реформе, которую население очень боится. Я вам сказал так. Никакой денежной реформы сейчас не планируется. Ни правительством, ни центральными экономическими венами. Никем. Денежная реформа и правительство сейчас это просто было бы самоубийством. Другого слова я не назову. Это политическая проблема. Мы должны понимать, что постепенно должна создаться такая ситуация, когда не только чисто экономическое стимулирование, но если хотите, и осознание того, что ты этический, нравственный бизнесмен, что ты этический, нравственный кооператор и так далее. Мне кажется, что вот если мы все это будем делать, то у нас будет существенно много, большей возможностей нормально развиваться. Мы не будем первыми в мире, и вторыми, и третьими. Ни по экономике, ни по социальной сфере. Ближайшее будущее. Не будем. И до конца 20 века не будем. И к 2010 году не будем. Но сделать страну достаточно приличной, если позволить такое экономическое слово произнести, то есть хорошо его накормить, одеть, дать им, возможно, конечно, возможность пользоваться автомобилем. Для этого нужны эти программы. Улучшить производство бытовой электроники, разрешить строительство новых этих садов, огородных или так далее. Ну, иными словами, более цивилизованное жить. Все, наверное. И комфортно. Постепенно цивилизованнее, цивилизованное жить. И почему я хотел сказать специально? Вы знаете, слово «нравственно» придумал не я. «Безнравственная экономика» — это не экономика. 88-й год и 89-й год. Показал это точно. «Безнравственные» имеют не только... Нет. Не только кооперативы. Не надо искать в них только козлов отпущения. Мы сами делали кооперативы такими, которыми они сейчас являются. Это наша ошибка. Кооперативное движение — это мощнейший фактор динамизации экономики. Но регулировать его нужно умно. Тогда это будет реальный фактор. Наши госпредприятия в 88-м, 89-м году перещеголяли кооперативы по перекачке денег из разных фондов в заработную плату. Это надо иметь в виду. Нельзя прятать банкротство государственного сектора под тем, что внизу живут какие-то жулики-кооператоры, и им еще помогают безмозглые экономисты. И в конце скажу. Ситуация трудная. Но не надо метаться. Не надо паниковать. Не нужно думать о том, что кто-то о тебе скажет. На западе или где-то. Нужны действительно продуманные, решительные меры, которые осуществляются не под воздействием страха, что мы уже очень много сделали, а на основе нормальных, естественных, экономических соображений, умной политики и так далее. Надо забыть страх, выбрать линию и не шарахаться. Но умно изменяется, умно изменяется свой курс тогда, когда ты чувствуешь, что он ведет немножко не в том направлении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!